На Абаза ТВ новости. С вами Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 9 из 14 поручений главы государства выполнены частично Рауль Хаджимба о работе правительства. Генпрокурора освободили, бюджет приняли, судьи утвердили. Одно из последних заседаний летней сессии Народного собрания. ГОСМУЗЕЙ как туристический объект. Какова посещаемость? Продолжаем летний цикл репортажей. Отставка Кабинета Министров Республики никак не связана с вопросом повестки дня Народного собрания об объявлении вотума недоверия премьеру, а также с требованиями оппозиции. Об этом заявил в ходе брифинга в администрации президента глава государства Рауль Хаджимба. Президент подчеркнул, что в своих выступлениях в стенах правительства уже говорил о предстоящих изменениях в его составе. По словам Рауля Хаджимба, данный состав правительства сделал немало для реализации реформы и мероприятий в рамках российской инвестиционной программы. Между тем, к работе Кабинета Министров в означенный период у главы государства есть и немало претензий. В целом, я думаю, что были неплохие результаты, но не могу сказать, что вся эта работа была выполнена основательно и качественно. Время требует большей оперативности работы всех министерств и ведомств, входящих в систему Кабинета Министров. Еще раз подчеркиваю, к сожалению, многие пункты, даже тех поручений, которые были озвучены мною в ежегодном послании к Народному собранию парламенту в 2016 году, остались невыполненными. Это вопросы инвентаризации законодательства, внесения изменений в действующее законодательство по вопросу сокращения проверок в отношении индивидуальных предпринимателей, по вопросу введения единого социального налога и многих других поручений. Тем самым, из 14 поручений только 9 выполнены частично, по остальным нет никакой информации, а сроки исполнения давно уже истекли. Вот та ситуация, которая складывалась, позволила сделать соответствующий анализ деятельности Кабинета Министров и было принято то решение, о котором вы уже знаете. Правительство продолжит работу в штатном режиме, исполнять обязанности премьер-министра. До назначения нового руководителя будет первый вице-премьер Адзенбар Шамиль. Что же касается назначения нового главы правительства, то в этом вопросе буду я руководствоваться в первую очередь способностью данного кандидата эффективно и оперативно решать поставленные задачи. Это необходимо в сегодняшнее время. Что касается вообще той темы, которая часто звучит в нашем обществе по вопросу так называемого баланса ветвей власти и необходимости представления кандидатуры премьер-министра, так как это мы уже давно предлагали. Если мы действительно хотим что-то изменить в нашем обществе, то и парламент, и президент, и все остальные члены нашего общества и Кабинета Министров должны понять, что другого выхода у нас просто нет. Кандидатура премьер-министра должна представляться президентом. В свою очередь этот кандидат должен прорабатывать соответствующую программу действий, будучи уже премьер-министром. И его кандидатура должна утверждаться парламентом. Тем самым наступает то время, о котором мы многое говорили, о необходимости создания условий баланса между ветвями власти. И при этом должен быть отработан механизм соответствующих сдержек и противовесов, которые, к сожалению, пока еще не всеми принимаются. Рауль Хаджимба также отметил, что в отставку отправлен весь состав правительства, и до назначения новых министров нынешние будут исполнять свои обязанности. Парламент одобрил отставку генерального прокурора Алексея Ломия. Кроме того, депутаты внесли изменения в закон об НДС, проголосовали за назначение ряда судей. Острую дискуссию вызвал вопрос о принятии бюджетного исполнения за 2015 год. У ряда депутатов были замечания по поводу деятельности Министерства финансов. С подробностями Илана Казанба. На прошлой сессии уже рассматривался законопроект об исполнении бюджета за 2015 год. Однако тогда у депутатов был ряд нареканий к документу. Его отправили на доработку. Об основных параметрах бюджета рассказал Георгий Акорба. Составили в сумме 4 млрд 533 млн 800 тысяч рублей. По расходам в сумме 4 млрд 994,985 и 2 тысячи рублей. С превышением расходов над доходами в сумме 461,184 тысячи рублей. Все эти вопросы, которые вставали тогда на первопочтение, нами были обсуждены. Однако, как оказалось, не все вопросы были обсуждены. К примеру, Леонид Чамагуа не раз интересовался оставшимися в фонде президента средствами и целями, на которые они были израсходованы. Как пояснила министр Амрак Варанзе, недосчеты вызваны тем, что поступили средства в 2014 году, а потратить их удалось только в 2015. Депутат Валерий Кварчи рассказал о постоянных перебоях в финансировании научных институтов. Как отметил Квартия, сам работник Абиги, месяцами не оплачиваются командировочные и экспедиции. Практически финансируется на 30-40%. В результате этого абхазские институтные научные институты разваливаются. Директор отказался от пищеварительной обязанности. Значит, шоки, коллектив, академия, наук, то же самое. Что это означает? Прошу, разрешили мне. Должность была, задолженность по заработной плате, которая на сегодняшний день висит, не погашена. В соответствии с распоряжением правительства, ее погашение планируется с сентября текущего года. Ежеквартально происходит недофинансирование различных ведомств, отметил в своем выступлении депутат Кан Кварчи. Он поинтересовался, куда направляются остатки заложенных в бюджете министерств Сум. Я хотел бы понять, некоторые ведомства на 30, на 40, на 50, но в лучшем случае на 60% оплачивается. А все, что остальное недоплачено за квартал, почему-то гасится. Вот то, что гасится, в котором недоплачиваются деньги. Куда эти деньги аккумулируются? Куда вот эти все потоки денег идут? Или, может быть, на какие-то важные командировки или важные мероприятия тратятся? Мы хотели бы понять вот это. Ответ, который дала министр Амрак Варанзе, депутата не удовлетворил. У нас остатков не остается. Мы распределяем все, что мы имеем. Это по нашим отчетам видно. Такие у нас остатки в собственных средах можно посмотреть. У нас сегодня идет кассовый разрыв. То есть у нас есть дефицит бюджета. Мы пользуемся кредитами банков для того, чтобы погашать срочную запрошенность. Ряд замечаний в адрес работы финансового ведомства высказал депутат Валерий Агрба. В своих комментариях он опирался на отчет об исполнении бюджета, предоставленный Контрольной Палатой Республики. Установлены факты, усматриваются, точнее факты, я поправляюсь, об неэффективном или нецелевом использовании бюджетных средств, что прямо говорит о признаков состава преступления уголовного. Потому что нецелевое использование средств – это уголовное преступление. Хотели бы тоже по этому вопросу, как раз связано с остатками бюджетных средств и переходящих без решения кабинета министров. И хотелось бы как бы на эти вопросы узнать. Непонятно, по мнению Агрба, и ситуация с местными бюджетами. Они регулярно недополучают положенные средства. Второй вопрос, который меня очень интересует, это не выплата утвержденных парламентом 136 миллионов доплаты пенсии пенсионеров, не получающих пенсию Вестерской Федерации. Это не осуществление финансирования по дотатам в рамках межбюджетных трансферов по дотациям района. Здесь представлена в отчете контроля правильной таблицы, где прямо наглядно указаны, какие суммы утверждены бюджетом, какие суммы были в уточненном плане, какие поступления фактические и недопоступления. Можно даже перечислить, что в сухом недополучил минус 56 миллионов, в Гудоуцкий район минус 45 миллионов, минус 20 миллионов в Гурлижевский район и так далее, в Чемчевском районе и так далее. Кроме того, депутат привел факты недофинансирования общеобразовательных учреждений. Вопросы связаны с недофинансированием лицеев-интернатов, и Гудоуцкого, и Сухомского и так далее, на какие существенные суммы. При этом по некоторым органам госуправления, особенно органам бесплатной области, есть лимонсирование 90% или больше 90%. Некоторые бюджетополучатели получили в совокупности менее 60%. Министр финансов обратилась к парламентариям с просьбой не отходить от повестки дня. Все поставленные вопросы уже обсуждались с контрольной палатой, отметила Амра Кваранзия. В прошлый раз было сказано, что я не ответила на какие-то вопросы, сидела та же контрольная палата, возражений никаких не поставляла. Значит, на все поставленные вопросы были даны ответы, тем более мы в комитете общались по всем вопросам и по каждому пункту. Мы с контрольной палатой проговорили и сняли все вопросы. Контрольная палата ставила отчет, во-первых, во-вторых, не вводите в заблуждение. Вы ни на какие вопросы на вопрос в связи не ответите. Я ответила на вопросы. Потому и не приняты, что есть факт, не принятие парламентом отчетного бесплатного области, что вы говорите. В прошлый раз я так не поняла, на какие я вопросы не ответила, потому что вы сами не смогли. Да вы что, я вам сейчас повторяю. Теперь, что неэффективное, нецелевое использование, конкретный случай, пожалуйста, неэффективного, нецелевого использования. Просто так давать общие характеристики, назовите конкретно. Однако депутат Валерий Агроба продолжал настаивать на некомпетентности органов исполнительной власти. Вчера шли указ в президенте, в начале правительства, я считаю, что непосредственный, прямой вклад в миссию, естественно, не нужно. А неэффективность использования, потому и у нас бюджетный процесс нормальный. Потому и у нас это прямо отражается на исполнении бюджета. На исполнении не только бюджета, а на эффективном исполнении вообще органов исполнительной власти. В итоге целый ряд депутатов высказали недовольство работой Минфина. А Валерий Агроба и вовсе заявил о том, что будет инициировать вотум о недоверии министру финансов Амрик Варанзе. В итоге бюджет за 2015 год был принят парламентом. Затем рассмотрели вопрос о присвоении специальных чинов работникам сельскохозяйственной и туристической сфер. Абхазия как курортная республика в основном, курортная сфера и аграрная республика. Поэтому здесь выпали специальности, касающиеся работников курортной сферы, туризма и сельскохозяйства. В этом законопроекте предусматривается о введении поправки в этот закон, почетное звание заслуженных работник сельскохозяйства и заслуженных работник туризма и курортов. Проект депутаты поддержали. Затем на обсуждение вынесли вопрос о передаче территории НИИ курортологии Академии наук Абхазии в фонд приватизации. Напомню ранее, Министерство культуры отмечало, что само здание никакой ценности для историко-культурного наследия не представляет. В перечень охраняемых объектов включена территория, на которой стоит здание. Депутаты заявили о том, что должной работы Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия не провело. В связи с этим парламентарии при 18 за и 6 против одобрили вопрос о возможной приватизации объекта. Подобное решение возмутило некоторых депутатов. Вы гуляете по городу, смотрите, все возмущаются. Наш город превращается там в сёлое, в Краснодар и так далее. Объект в нашем расследовании, который там по 150 лет, там разрушается, видоизменяется и прочее, и прочее, и прочее. Это мы все это говорим. Когда приходят, то очень, там кто-то стоял, гора, парень, неправильно так нельзя делать. Найди себе в другое место. Почему-то мы начинаем предоставить, чем делать. Мы начинаем, чтобы не облегчить. Это мы все это говорим. Открываем. Открываем. Сейчас выйдем, господи. В завершении заседания депутаты одобрили кандидатуры судьей различных уровней. Кроме того, тайным голосованием был рассмотрен внесенный накануне президентом вопрос об отставке генерального прокурора Алексея Ломия по собственному желанию. В итоге 25 парламентариев отставку поддержали. 5 высказались против. Генеральная прокуратура Абхазии ответила депутату Алмасу Джапуа на обвинение в адрес премьер-министра Артура Миквабия. Отсутствием события преступления обосновывает главный надзорный орган страны отказ в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 2, частью 2 статьи 285 Уголовного кодекса, связанной с договорными отношениями между Министерством здравоохранения Республики и Абхазской медицинской компанией по вопросам организации гемодиализа. Кроме того, Генеральной прокуратурой установлено, что использование средств из резервного фонда президента на финансирование создания автоматизированной информационной системы, выпуска и учета паспортов и изготовления бланков общегражданского паспорта гражданина Республики и бланков вида на жительство, цитата, не может расцениваться как неправомерное и нецелевое. Кроме того, расходы, в том числе дополнительные, связанные с ремонтом помещений и паспортных столов, осуществлены в пределах установленного лимита. Компании-напитки Абхазии ИКО и Дорожно-строительный комбинат считают необоснованными обвинения в неуплате налогов и намерены отстаивать свои позиции в суде. Напомним, Следственное управление МВД Республики возбудило уголовные дела по фактам уклонения фирм Дорожно-строительный комбинат и напитки ИКО от уплаты налогов в особо крупном размере. Руководство Дорожно-строительного комбината также выразило свое несогласие с результатами проверки и сообщило о подаче заявления в суд по факту незаконных действий сотрудников Министерства по налогам и сборам. Продолжая тему туристических объектов Сухума и Восточной Абхазии, наша съемочная группа отправилась в Абхазский государственный музей. Надежда Боровикова с результатами. В этом году в Абхазском государственном музее, так же как и в других туристических достопримечательностях Сухума, наблюдается пусть и не критичный, но все-таки спад посещаемости. Ну, конечно, мы ожидали большего. Это были наши, и желание наше было, чтобы больше было, конечно, и надежда была, чтобы больше было. Потому что в прошлом году у нас более-менее была лучшая ситуация. В этом году почему-то мы того, что ожидали, не произошло. На сегодняшний день единственным туристическим агентством, с которым у музея заключен договор, является абхазский филиал российского туроператора «Библиоглобус». Только эта фирма регулярно привозит организованные туристические группы в музей. Проблема в том, что данный маршрут насыщен объектами и оттого утомителен для туристов. И маршрут очень у них неудобный, потому что галопом по Европе у них получается, и они за один день должны все объекты Абхазии оплатить. И поэтому им не очень удобно, конечно, и нам тоже, потому что группа огромная у нас получается. Но так пока люди довольны. Мы стараемся провести так, как нужно. Конечно, в музей заходят и те, кто путешествует самостоятельно. Но все же основной доход, по идее, должны обеспечивать именно туристические группы. Знаете, мы обращались и в министерство по курорту. Ходили, договаривались. Они нам объяснили. Ну, как бы не договаривались, а пошли проконсультироваться с ними. Как нам и что. Это еще зимой было. Да. Они сказали, что нужно это все больше как-то инициативы проявлять, чтобы находить группы и так далее. Абхазский государственный музей, в отличие от обезьяньего питомника или ботанического сада, является бюджетным объектом и состоит на балансе у Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. На содержание Абхазского государственного музея по разным кодам КОСГУ мы получили порядка 11 миллионов. А заработали, конечно, намного меньше, порядка миллион триста, где-то до миллиона триста. Это за прошлый год. Поскольку государственный музей не зарабатывает достаточно средств для обеспечения собственных нужд, ему регулярно требуются дополнительные инвестиции из госбюджета. То есть на заработную плату, частично на хозяйственные нужды, также на командировочные расходы, также на подготовку экспозиции, приобретение основных средств, твердого инвентаря. В следующем году Абхазскому государственному музею исполняется 100 лет. И все же почему-то капитально отремонтированный уникальный туристический объект с богатой экспозицией и образованными сотрудниками все еще остается за пределами внимания большинства гостей Абхазии. В среду вечером в Сухуми состоялась презентация новой общественной организации «Айтера. Возрождение». Председателем организации и большинством голосов избран экс-премьер Республики Леонид Лакирбая. По его словам, главной целью общественной организации станет достижение национального согласия в Республике. 27 июля 1993 года в Сочи было подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии. Документ подписали председатель парламента Грузии Вахтанг Гагуадзе и первый заместитель председателя Верховного совета Абхазии Сократ Джинджолия, министр иностранных дел России Андрей Козырев. Подписанное соглашение предполагало поэтапную демилитаризацию зоны конфликта, что означало вывод с территории Абхазии грузинских вооруженных формирований. На этом видео 2010 года, спустя 17 лет после подписания соглашения, личный представитель президента России на переговорах Борис Пастухов так вспоминает эти дни. Подписание этого соглашения предшествовало довольно большая работа. И я вам скажу, ну ведь результат это всегда, ну что ли, компромисс такой. Момент требовало прекращения огня, прекращения кровопролития. Ну вот, исходя даже из опыта, я смотрю, ведь неплохой документ получился тогда. Кто его готовил? Ну, готовила наша группа, готовили абхазские друзья. И грузины тоже, в общем, ну не столько готовили, сколько в какие-то моменты не возражали. Потому что, попробуй возразить, против прекращения огня, прекращения кровопролития. В общем, здесь много такого, что потом, понимаете, это как будто вот тогда были брошены очень важные семена, и потом они проросли. Ведь, вообще говоря, запись о миротворцах и ее реализация, она, на мой взгляд, по-настоящему, миссия миротворцев, на мой взгляд, по-настоящему, она недооценена. Тогда, тогда, вот в июле 93-го года, конечно, это соглашение с точки зрения охлаждения конфликта имело очень большое значение. Но не меньшее значение, и потом это соглашение имело как образец того, что в самое сложное время можно найти компромиссы. В четверг, 28 июля, Культурно-Благотворительный фонд «Ашана» и Фонд социально-культурных инициатив Абхазии подписывают соглашение о сотрудничестве. Уже три года КБФ «Ашана» плодотворно сотрудничает с Фондом социально-культурных инициатив. Собранные ими средства за этот период помогли спасти жизни пяти детей. 3 августа в Сухуми откроется 15-й юбилейный международный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». Музыкальный фестиваль в Абхазии в конце прошлого столетия инициировала сама Хибла. За 15 лет существования фестиваля в Абхазию приезжали известные артисты с концертами, среди которых была и всемирно известная оперная певица Елена Образцова. У них была долгая теплая дружба, которая началась в 1994 году с международного конкурса Чайковского, на котором Хибла выступала, а Елена Васильевна была в составе жюри. Образцова тогда отметила в своих записях «Будет звезда» и проголосовала за вручение Герзмаве гран-при конкурса. А потом еще вручила ей специальный приз лично от себя. Елена Образцова высоко ценила Хиблу и подтверждением этих слов стало ее участие в фестивале «Хибла Герзмава приглашает» в 2006 году. Интервью Елены Образцовой, записанное в Питсунде, мы продолжаем сегодня в эфире предфестивальный показ из архива Абаза ТВ. Вот, и когда Хибла мне сказала, что она меня приглашает на свой фестиваль, я, конечно, ни одной секунды не задумывалась и приехала. Мне очень ей благодарна. Я увидела очень хороших, доброженательных людей, которые все время мне делают какие-то приятные вещи. И очень была смешная встреча у нас в гостинице, в которой я живу. Приехали люди из Сухуми и привезли какие-то вещички, которые они сделали своими руками. И что-то такое там продавали. И говорят, а вы знаете, у нас, между прочим, открывается оперный фестиваль. И будет Герзмава у нас такая есть певица. Я говорю, да, что вы говорите? Говорит, да, а вы знаете, кого она привозит? Она привозит образцовку. Представляете, она сама приедет. И когда они узнали, что это я, они мне надарили столько всяких хороших вещей. Она награждена не только красотой, как женщина, а и грациозностью. А у нее душа, поцелованная Богом. Потому что она делает такие нюансы, такие вещи, которые просто так не научатся. Знаете, как говорил один мой японский знакомый, он мне сказал, музыки научить можно. Техники научить можно, а музыки научить нельзя. Это то, что дает Господь. Вот Хибли Господь дал ощутить музыку. Она знает, что такое музыка, что такое фраза. Игра цвета тени, игра форты и пиано. И то, что сегодня ей дали народную артистку, я просто счастлива и горжусь вами. Передачу «Автограф» с интервью Елены Образцовой из нашего архива смотрите сразу после проекта. «День в истории». В завершении выпуска о погоде. В четверг, 28 июля, в столице переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров топного столба. Температура воздуха днем 29, ночью 20 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом пока все. Следите за развитием событий на Абаза ТВ. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова